Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне прямо сейчас онлайн задаете. Хочу напомнить, меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Работаю я давно, уже больше 13-15 лет, наверное, с 2010 года. Это получается сейчас уже 12 лет. И исходя из количества людей, которые добавляются и которые меня слушают, я могу сказать, что эффективность и, наверное, нужность моих идей, она, вероятно, кому-то нужна. Сейчас я посмотрю, видно меня, слышно, и начнем. Так. А нет звука. Так. А нет звука. Есть звук. Ура. Ну все, начинаем. Хочу сказать, что трансляция сейчас будет вестись одновременно в TikTok и в YouTube. А также вы можете задать мои вопросы, перейдя на мой официальный сайт Дуйко Гуру в вебинарную комнату. Итак, сегодня я публиковал статью и написал в статье на своем канале в Facebook Андрей Дуйко, официальный канал. И здесь написал, по данным постам задайте мне свой вопрос, я отвечу на него в вебинаре 18.00. Чем я, собственно, сегодня и займусь. Но для начала начнем с нашей вебинарной комнаты. Итак. Открываю сообщение. Guten Abend. Guten Abend. Так. Открываю, открываю. Итак, вот первое сообщение. Тамара Ивашук. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Я ваша ученица. Прошла семинар целительства. Практикую меня. Получается, спасибо вам. Применяю практики. У меня жизнь очень изменилась и у моих детей. Огромное спасибо, что вы есть. У меня вопрос. Мне лучше заниматься целительством или Таро? Я Таро давно изучал, а мне и то, и то нравится. Целительством лучше заниматься. Андрей Андреевич, сын, поступил в иностранный вуз. Получится у него выехать с Украины. В этом году нет, но выйдет 100% в дальнейшем. Регина Шерди. Спасибо огромное за труд, за помощь и поддержку людей. Мне лично философия школы и ваши вебинары спасали в самые тяжелые моменты. Хотела спросить, получится ли у меня начинать свой бизнес наконец. Я ремонтирую, работаю не на себя. Хочется на себя. Хочу шить одежду, продавать. Да, смело можете начинать. У вас это будет получаться. Не шейте сложную одежду. В дальнейшем это ваше будущее. У вас очень все будет хорошо получаться. Живем с дочкой в Аргентине. Здесь сложно с хорошей одеждой. Да, так и есть. Еще и не сильно богатые люди. Второй вопрос про сестру. Очень переживаю за нее с детьми. Живут на Кавказе, как в пороховой бочке. Получится им переехать в другую страну. Еще дальше на Кавказ поедут. Как бы глубже туда. Но, скорее всего, не уедут из страны. Виолетта, можно узнать, открыт ли у меня канал ясновидения? У каждого человека открыт ясновидение канал. Каждый человек просто не знает, как им пользоваться. А так он есть у всех. Поэтому, когда вам кто-то говорит закрыт или открыт, я вам утверждаю. У каждого человека он есть. Если вы спите и вам снятся сны, значит, у вас канал ясновидения есть и он работает. Просто вы не знаете, каким образом им пользоваться. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Много лет я одна. Будет ли в моей жизни любимый мужчина? Если да, то когда? Мужчина в вашей жизни, а если не будет, вы обидитесь? Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, собака с самого начала спит со мной в кровати в ногах. Это нормально? Как ее отучить от этого? Собака может спать в ногах своего любимого человека. В этом ничего страшного нет. Минусы, какие могут быть в этом? Дело в том, что в дальнейшем энергетически собака может... Если собака спит в кровати в постели с человеком, то в астральном или на астральном мире они смешиваются. Одна из особенностей собаки, это бесконтрольный прием пищи. Это неряшливость. Считается, что собачий дух, который ночью может переходить на человека, может делать человека... В эзотерике так считается, а я представитель этого направления. Считается, что человек может стать неряшливым. Поэтому если вы человек, который склонен к неряшливости, и у вас часто вещи на одной куче лежат, и вам сложно заниматься обычными такими делами, которые должны приводить все в порядок, то тогда собаку нужно немножечко убирать из-под ног. Собаки будут слушаться то, что вы будете говорить. Это ж не собака управляет человеком, а наоборот. Вроде бы было до этого. Семья в живом квартире. Если нет света, то нет тепла. Планую поехать на зимовий период до Канади. Сейчас получаем визу. Чи удастся выехать? Да. Чи не рисковать с таким далеким проездом? Можете ехать, у вас все будет хорошо. Можете не ожидать, как можно быстрее ездить. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет, как вам там хочется. Хочется все-таки спробовать пожить в Украине больших возможностей для себя, а на самом деле для детей. Вы правильно делаете, все правильно. У вас все выйдет. Техна. Добрый вечер, Андрей. Я прошла бесплатную ступень, прохожу платную первую. Скажите, я выйду замуж? Да. Мила, СВ. Подскажите мне в жизнь часто, практически всегда, приходят мужчины или уже под влиянием? Или уходят слепо, не обдумывая реальности, невзирая ни на любовь, ни на детей. Свекровь отвернула еще маленького сына, теперь ему заливает невестка. Дочери первенца отвернула в свою сторону, ее свекровь рассорила с мужем. Очень хочу выровнять все и восстановить счастье в моей семье, но не понимаю, как. То ли это карма, то ли мое личное наказание. Но точно знаю, что не моя судьба все это. За что все это и как выйти? Подскажите, пожалуйста, с уважением, Людмила. Уважаемая Людмила, дело в том, что вот то, что есть влияние, это здесь много вопросов. Первый вопрос, вы сами определили, что это влияние свекрови? Вы сами определили, что они от вас ушли и не из-за вашего плохого характера, и не из-за вашего хамства, не из-за вашей злости, не из-за вашего бурчания? То есть вы считаете, что это все-таки вам там сделали. Но знаете, если вам это сказали, то тогда одно дело. И тогда я бы, наверное, изменил отношение к себе, может быть, пересмотрел бы свое поведение. А в случае, если вы сами так решили, то это другое дело. Просто если вам подсказывают это, а я вижу здесь, вот в этом письме, что, скорее всего, вам подсказывают. То есть здесь и слепо уходят, не обдумывая реальности, а обычно это гадалки говорят. То есть это слова нетипичные для обычного человека. То есть человек в своей жизни, он никогда не разговаривает и не говорит, от меня муж ушел, не обдумывая реальности, не обдумывая и не обращая внимания на детей и семью. Так человек не разговаривает. Обычно расстраивается, говорят, я не знаю почему, от меня муж ушел, вот это да, что ж я такого ему сделала, чем я ему не понравилась. Слышите разницу? А когда не обдумывая реальности, это совершенно другие слова. Я считаю, что вы попались просто в ловушку или в руки тех людей, которые зарабатывают деньги на таких, как вы. То есть они вам будут рассказывать, что это влияние. А вы просто поговорите с своими близкими. Поговорите с сыном своим маленьким, с невесткой поговорите, я не знаю, с сыном вашим. С кем-либо поговорите и скажите, чем я вам не нравлюсь, в чем проблема. И помолчите. Не перекрикивайте, как вы обычно это делаете, а просто помолчите. Пусть они выскажутся. А когда они выскажутся, скажите, да, действительно, было так, как вы говорите. Простите меня за это, я обещаю, что больше такое не буду. И вот если вы так сделаете и перешагнете свой эгоизм, то ваша судьба и отношение к вам практически мгновенно изменятся. Правда, захотят ли они с вами общаться, непонятно. Галина, много лет я одна. Будет ли? А вы решили несколько раз. Просто для того, чтобы задать мне вопрос, я должен видеть вашу фотографию. Для меня слово просто Галина, я не могу вас просмотреть и понять, будет ли у вас, скоро ли будет и так далее. Вот если бы здесь была аватарка или хотя бы вот фамилия Светлана Стрюкова. Вот я могу как-то Светлана Стрюкова по двум словам просмотреть. А Галина? Что за Галина? Какая Галина? Много лет и чё? Светлана Стрюкова, подскажите, пожалуйста, как долго с Херсоном будет ситуация? Будет еще после Нового года даже. В ближайшее время свет в Херсоне. И до конца следующей недели еще будут проблемы такие конкретные. Светлана Стрюкова до последнего отказывалась оставлять квартиру. Наконец-то согласилась на эвакуацию в Николаевск знакомым. Скажите, останется ли целым наш дом? Да, будет куда-то сейчас будет. В вашем конкретном случае все нормально. Эльмира Кармокова. Хотела спросить, получится ли у меня уехать с РФ и через какое время? Скорее всего, не получится в ближайшее время. Сможете ли уехать в дальнейшем? Когда? Ну, не знаю, через 2-3 года. Ольга, дякую за то, что делаете знамызнаням. Можете поглянуть, чей будет у меня еще дитина мою сына, але 20 років не буду больше завагать. Скорее, за все будет. Алина Фабрицией. Не будете худеть? Будут дети. Подскажите, пожалуйста, собака сам... Ответил. Андрей Андрей, спасибо большое за ваши советы и помощь нам ученикам. Скажите, пожалуйста, моя мама Лариса, мама с Мариуполя, сейчас живет со мной, Киевская область. Постоянно она все жалуется, ругается. Если что-то ей скажешь, а скажешь, не получается, у меня еще может сказать, что еще хуже тебе было с кредитами, что я кредиты не отдам. Стараюсь маме цветы розыграть, подарочки. Станет ли она доброй и неглазливой? Смотрите, глазливый человек обычно, это то, обычно, когда вам говорят, на тебе сглаз, то человек обычно думает, о, кто же это мне мог сглазить вообще. Обычно люди, которые говорят на мне сглаз, приезжают ко мне и говорят, Андрей Андреевич, на мне такой сглаз. Я вот смотрю на человека без зубов, без здоровья, взрослая тетя, половина избыточного веса, вредная и бедная, и невезучая, без мужа, и при этом говорит, меня сглазили. Правду ли она говорит, что ее сглазили? Но дело в том, что не ее сглазили нужно говорить, а она не сглаз. А это еще что такое? Смотрите, как появляется сглаз. Допустим, вы одинокая женщина, идет какая-нибудь женщина, у этой женщины, эта женщина идет с мужчиной, и по типажу точно такая же, как вы. То есть она такая же, стройная, не стройная, взрослая, молодая, не знаю, какие вы там. И он так хорошо к ней по ручке провел, глазиком на нее посмотрел, может ее за плечо потрогал, за еще что-то и так далее. И у вас такое прямо зашлось, знаете, в сердце сдавило от зависти. Внутреннее такое ощущение, ну почему это со мной не происходит, ну почему, ну почему не так у меня. И после этого обвинение может, ну а может и не быть. То есть человек говорит, вот собака, сто процентов там, вот это и есть сглаз. Вы сглазили себя. На что? На то, что только у стерв, курв и так далее есть мужчины, а у нормальных, как вы, их не должно быть. И вот так человек себя глазит. Он глазит себя постоянно в чем-то. То есть он глазит так. Там, о, какой дом, собака, как он это все, не будет дома такого. О, какая машина, какая сволочь поехала. Теперь если вы такая, то у вас не будет. То есть таким образом человек ставит на себе печать из глазов. Это и называется сглаз. Вот это сглаз. Когда человека глазят второй случай. Человека глазят следующим образом. Человек, допустим, очень выпячивает и при этом очень боится. То есть внутри страх. Ох, украл он там и начинает там машину показывать. И там всех пикать, там кричать. А внутри, ох, лишь бы не забрали. Ох, а вдруг меня сглазят. Ох, а вдруг там что-то не так. Вот таких людей тоже глазят. Почему? Они боятся. А если человек живет, знаете, есть Бог. Бог создал людей и он сделал так. Если человек не боится, сглазить его невозможно. Поэтому самый простой способ избавиться от любых сглазов, это говорить, мне все равно. Да вообще все равно. Говорит, да вообще все. На все, все, все равно. И все, и сглазить вас никто не сможет. По поводу мамы. Когда вы видите взрослого человека, то всегда помните, взрослый человек может жить. И его жизнь может быть такой тяжелой, как говорил Высоцкий, когда стога огромные, слились в окопы длинные, не грела тела гречка, узнал, почем она копеечка и так далее. И люди, они жили в другом обществе. Это было несчастное общество Советского Союза. Почему оно нравится всем взрослым людям? Потому что там была молодость. Потому что они нравились кому-то. Потому что в отражениях чужих глаз они видели восхищение и так далее. Ну а сейчас там Ситро, Метро и отражение другое. И конечно вот это вот состояние молодости, как раньше, оно уже никогда не придет, но ностальгия мучает. На самом деле жизнь была нелегкая. Я тоже выходец из 90-х годов. В 81-м году я учился уже, по-моему, в 7-м классе. И я могу сказать, что у нас было и голодно, и работали много, и нельзя сказать, что у нас все наедались от пуза. Еда наша была простой. Мы ели суп там в деревне, и родители с утра до ночи работали, одежды покупали. Одежда была не модная, одевали там вот эти... Ну в общем, бедность была и убогость. Есть, в общем-то, самые обычные, там за 3 рубля какие-то люстры висели, и там полы были деревянные, какие-то коврики были самые простые. Это в семье, где и мужчина, и женщина круглосуточно работали. Нас было много, нельзя было... тяжело было, все тяжело было. Потом в 90-х как-то там начали пробовать что-то, потом в 90-х пробовали поступать все вместе. Поступать ни у кого не получалось, потому что институты придумали брать большие деньги за поступление. А потом пробовали устраиваться на базаре, пробовали торговать, был бандитизм, друг друга убивали. Количество людей, которые умирало, было много, потом заболели СПИДом, потом много было от гепатита, умирали, потом... Вот очень было тяжелое время. Те люди, которые жили, они прожили тяжелейшее время. Это тяжелейшее время стинаний и испытаний. Это тяжелое время было, и назад в СССР вообще никак не хочется. Она не нужна. Лично мне точно. Это ложь была на лжи, потому что говорили, что у нас самое лучшее, и там мы самые лучшие, и у нас самая... Фигня это все было. Было не лучшее, не самое лучшее, и не самые добрые, и не самые счастливые, и не самые безалкогольные, и не самые... Мне было самое. Самые читающие какие книги? Три книжки. То есть это все было не самым, как нам говорили, что мы самые счастливые, у нас всегда работа. Работа за три копейки. Счастливые. Куда мы могли выехать? А могли выехать только те, кто был у власти. А у власти были там компартии. А если ты не был никем, то и остался никем. И шансов быть кем-то не было ни у кого и никогда. Советский Союз делал всех нас такими людьми, что если кто-то выныривал из воды, то этому человеку сразу же либо ушат на голову одевали, либо голову отрезали. То есть один из двух выборов всегда был очевиден и объективным. Уехать куда было невозможно. Вот люди, когда росли в этом всем, они росли через призму бесконечного горя. Все плохо, везде плохо и так далее. Ну и человек привык. Человек привык. Вот привык так жить, знаете. Привык жить. Привык жить с позиции пессимизма. Как говорил Шопенгауэр Артур, он говорил, что человек оптимист, это просто плохо проинформированный пессимист. И он говорил, что никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще во много раз хуже. Но вот ваша мама, она пессимист. Почему это произошло? Вы должны знать, со временем человек устает. И к этому добавляется гипертоническое заболевание сердца. Сахарный диабет, атеросклероз, высокий холестерин, высокий билирубин. Знаете, неудобно спать. Поела там, дома не ела, потом поела, сейчас гастрит может быть. Зимой может ревматизм, артрит и так далее. Вы вместо того, чтобы маму перевоспитывать, вы попробуйте ее полечить. Сдайте анализ крови развернутой, определите, может она болеет. Сахарным диабетом второго типа, может у нее сосуды болят, суставы болят, артриты, позвоночник. Может зубы больные, коронкой ей натирает. Может там где-то есть какие-то, ну что-то беспокоит. Это же взрослый человек. Ну и вот я давно это советую людям. Я говорю, если взрослые люди вот такие, вот постоянно им плохо. Человек обычный, в обычной жизни, рядом с дочерью. Если ему хорошо, если он здоровый, то он расцветает. А если человеку плохо, и плохо уже на протяжении там пяти лет, то как он должен себя вести? Ну если все время плохо, тошнит, если все время голова кружится, если болит. Но есть такие люди, которые не скажут, потому что думают, не буду обузой, я сильная и так далее. Знаете, как в этом анекдоте еврейском, когда Сара и Абрам встречаются вечером, она говорит, Абрам мне плохо, а он говорит, всему миру плохо. На второй день она говорит, Абрам мне очень плохо. Он говорит, ну ничего страшного, Сара, всему миру очень плохо. А потом утром просыпается, а Сара, нет Сары в общем. И он говорит, Сара, а что ж ты не сказала мне, что тебе хуже всех? Ну вот точно так же, вот наши родители точно такие же. Они никогда не скажут, что им хуже всех, и нужно брать это в свои руки. Поэтому плохой характер, знаете, жить с нормальными родителями, у которых хороший характер, каждый может. А вот поживи с теми, у которых вредны, не каждый, а ведь это и есть духовный подвиг и духовный путь. Так наша душа, неограненный алмаз, становится более ограненной, красивой. И к Богу мы попадем уже как светящийся всеми радугами бриллиант. Почему? За нашу терпеливость, за нашу преданность, за нашу доброту, нас очень сильно появляется огромный плюс в нашу карму. Вот так скажу. Ладно. Все будет хорошо. Так что ругается, говорите, вот когда ругается человек, говорите, ты моя ласточка, ничего страшного, все будет хорошо. Помните мои слова, я говорю, вы ни при чем. То есть человек ругается, ему видимо плохо, полечите ее, она неплохая, вот говорю вам серьезно. Неплохая, просто вредная, они все вредные. Моназе, и мы будем вредны, и я буду вредный, слава Богу, долго жить не буду. Как вы после марафона, вам только сделали, вы столько сделали для нас. Так давно уже марафон, уже месяц назад. Подскажите, пожалуйста, вы на марафоне сказали, что выйду замуж. Через 9 месяцев будет ли это моей... Меньше думайте. Смотрите, когда человек думает, то это выглядит так. Эх, скоро я выйду замуж. Каким образом? Неважно. И потом, какой он будет, где он будет, как он будет, при каких условиях и так далее. Смотрите, как все выглядит. В эзотерике есть понятие. Когда мысль возникает, то это возникает единичка. Когда появляется вторая единичка, то как домино, одна единичка ломает вторую. Вот смотрите, вы говорите, я скоро выйду замуж. После этого, когда же? Уже никогда. А кем он будет? Уже никем. То есть вы одной единичкой, одним домино, ломаете второе домино. А что нужно? Сказали себе, выйдет, через 9 месяцев каким образом? Да пофигу. И больше об этом не думайте. У вас же целая куча есть разных там жизненных задач. Когда человек ни о чем не думает со всей силы, то появляется нолик. А теперь смотрите, единичка, которая упала и стала ничем. И просто единичка. А рядом появляющийся нолик. Вот смотрите, когда человек делает так. Скоро я выйду замуж или там, скоро у меня появятся деньги. И потом, при каком условии появятся? Завалили единичку. А нужно делать, при каком? Ах, не думай об этом, нолик. Так, не буду об этом думать, еще он, нолик. Все, отталкивает себя эти мысли, еще он, нолик. Таким образом, ваша единичка становится десяткой, потом сотней, потом тысячу. И потом десятками тысяч вариантов, которые в вашей жизни произойдут. Сказал, забыли. Спасибо вам за то, что всегда помогаете. Мне предлагают работу в Англии. Ехать мне, да. Или остаться на месте, не остаться. Едьте туда. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно узнать, перевоплотилась душа моего сына на земле, если да, в какой стране. Перевоплотилась где-то на территории, ближе к Сачам, Красноярскому краю Российской Федерации. Оксана Филатова. Ученица вашей школы посоветуйте, как быть, живу в коммунальной квартире соседнему с женой, не в браке. Сосед стал проявлять активность. Ух ты, зайчик мой. Знаки внимания, ревность и так далее. Его жена, да, я понял. Его жена болеет онкологией. А что это? А жилье у них по соцнайму. А если бы не по соцнайму, то... А если бы вот свое пятикомнатное, тогда бы что? Согласились? То есть зачем вы мне пишите об их жилье? То есть а если бы он ухаживал, его жена с онкологией, но у них вот пятикомнатное, то тогда что вы... Это... Зачем? То есть зачем о жилье по соцнайму? Объясните, не понял. На свечке, как вы учили, жечь не могу. Проблема сосед. Посоветуйте, пожалуйста, как эзотерически отвадить его. Выпивает и скандалит. Делайте так. Подходите к нему и говорите, слушай, ты нормальный мужик, но... Мне срочно нужны деньги. Мне надо срочно 6 тысяч долларов. Слушай, можешь мне помочь? Мне так надо, вот прям срочно. Когда сможешь? Это такие люди, которые... Как слово огонь боятся, слово займи. Вот я вам говорю серьезно. То есть он, если что-то хочет, то хочет на абсолютно шарика. А если ему сказать, дай денег, то он будет вас бояться, как огня. Будет избегать вас. Я вам говорю, это очень простой метод. Вообще. Скажите, я очень болею, мне по гинекологии нужно срочно операцию, там, 3 тысячи долларов. Дай мне. Потому что вот вообще, и все, вопрос и один закрыт, и второй автоматически закрыт. Понимаете? Там, бедро переставить, матку перешить или еще что-то. Нина Брандстеллер. Есть возможность купить Астрол. Астрол? Что такое Астрол? Астрол камень, рубин. Рубин хороший камень. В Бирме. О, в Бирме. По моей натальной карте он будет специально изготовлен в изделии для меня. Так что вы говорите? Что вы можете посоветовать? Если человек носит рубин, он должен знать, рубин молодит. Если человек носит рубины на себе, он будет маложавым, будет нравиться мужчинам. Рубин – это камень молодости. Есть разные камни. Зеленый камень – изумруд, камень мудрости, управления. Если носить зеленый камень, на человека невозможно повлиять. Он становится могущественным, сильным. В случае, если носит рубин, вечно молодым, нравится, начинает. Это камень, который желательно, чтобы, если покупать рубин, то не темный, такой, как шпинель или как гранат, а такой, чтобы имел отлив такой ближе к малиновому. Вот малиновые самые лучшие. По моему мнению, он самый энергетически сильный. Если носить такие камни, то это для женитьбы, для замужества, детей, чтобы можно было рожать, чтобы душа была теплой у человека. А еще, а вот если носить гранат, гранат красного цвета, гранат тоже уникальный. Если человек носит на себе гранат, то его, говорят, как бы на Востоке, невозможно обмануть. То есть, если человек носит гранат, то тогда его обмануть сложно. Он начинает чувствовать внутренний обман другого человека. И если носить гранат на себе, то, согласно книге, вот здесь она лежит, называется «Айурведическая терапия Давида Фроула». И вот здесь вот книга есть, называется она «Тихоплавов и тихоплавово значение камней». Вот в этих книгах есть описание о лечении определенных органов определенными камнями. Так вот, считается, что топаз для мудрости, чтобы человек не врал, а гранат для того, чтобы желудок не болел, а серые камни нужно носить для того, чтобы человек обретал состояние управления миром, чтобы у него были силы там на кого-то влиять и так далее. Ну вот, поэтому рубин, конечно, пусть будет рубин, супер. Надежда, спасибо большое за ваше чудо. А, забыл сказать, мне жена сегодня сказала, чтобы я вам сказал. Так вот, друзья мои, прямо если... или не друзья. Ну, друзья нехорошо говорить. Нужно, ну... Дело в том, что, а если вы не друзья, тогда кто? Поэтому господа, господа все. Итак, господа и госпожи. Кстати, есть правило хорошего тона, и когда говорят господа, то это подразумевает и женщин, и мужчин одновременно. Поэтому говорить господа и дамы не нужно. Потому что правило хорошего тона говорят, что достаточно произнесить господа. А дамы... А дамы тоже господа. Итак, поэтому, уважаемые господа, что хотел сказать, не помню. Ага, моя жена мне сказала, чтобы я вам сказал. Так вот, она мне сказала, чтобы я вам сказал сегодня, что сегодня у нас пятничная скидка, сегодня черная пятница, и вы можете приобрести все мои инфопродукты со скидкой до 35%. При этом еще и перейти на мой сайт, где я занимаюсь торговлей БАДами, которые изготавливаю на своем собственном предприятии, где вы сможете получить на покупку всей продукции существенные скидки тоже до 35%. А также в мой магазин, который называется Дуйко Маркет, где вы можете приобрести со скидкой все атрибуты для занятия магией, а также благовония, специальные предметы для того, чтобы магичить, чики-пуки, колокольчики, бусы разные там. Ну, понятно. Итак, Надежда. Добрый вечер, Андрей. Спасибо большое за ваши чудесные препараты и за скидки. Пожалуйста. А, еще жена моя сказала, чтобы я вам сказал, что из-за того, что у нас в Украине нет света, потому что нас забомбили эти проклятая власть российская, чтобы они там сдохли все уже сто раз и облупились. Это я о власти говорю, которая делает терроризм с Украиной, знаете, бомбит города. Да, и что они хотят, чтобы что люди сделали? Зачем людей вгонять сейчас в холод, в голод? И что мы должны сделать, по их мнению? Что, посвистеть? Это ж терроризм, это ж людей без света, без газа, без тепла, без ничего. Зачем это делать? Смотрите, на войне должны воевать военные с военными, а люди обычные, они должны жить обычной жизнью. Уже если война, то тогда воюйте воины с воинами. А обычным людям, детям. Дети в чем виноваты? Террористы. Как дочка моя говорит, террористы галимые. Ну что ж, это я говорю о власти Российской Федерации. Ну что, и так, все же вернемся в тему. А, из-за того, что не было у нас света, его не было у нас трое суток, то мы решили продлить акцию Черной Пятницы, которая у нас сегодня. И мы ее продлим до понедельника. Поэтому у нас и Черная Пятница будет сегодня, и Черная Суббота завтра, и Черное Воскресенье, товарищи. Поэтому переходите на мои сайты, и завтра, и послезавтра приобретайте все со скидкой. Специально для вас. Надежда. Добрый вечер, Андрей Андрей. Спасибо большое за ваши чудесные препараты и за скидки. Посоветуйте, пожалуйста, из двух вариантов камней, бусы и браслеты из жемчуга и горного хрусталя. Какое из этих минералов можно носить незамужней женщине и их влияние? Вы правильно вообще думаете. В этом году мы переходим в элемент, который называется Юпитер, или год, который называется годом Брихаспати. Это год Юпитера, годом Брихаспати Великой Мудрости. Вообще, чем этот год интересен? Все, кто имел любовь, и эту любовь как-то у вас там оторвали, забрали, нахимичили, намагичили или еще что-то, все повозвращаются, если вам это нужно. Вообще, это возвращение любви, возвращение. В этом году заканчивается транзит Сатурна, который длился длительное время, и мы переходим в 24-летний цикл великолепной жизни, где будет Юпитер, где будет мудрость, духовность, мир объединяться и поднимать. Поэтому со следующего года, с марта месяца, все будет заканчиваться, затухать, очаги напряженности будут исчезать, и дальше только развитие, и 24-летний период вот такого развития. И поэтому там есть такая тема. Дело в том, что брихаспати – это существо, которое определенным образом, с которым можно общаться, или на которое можно влиять, или с которым можно коммуницировать определенным образом. Так вот, это время, когда мечты выполняются или исполняются. Но это самое лучшее время, особенно вот на следующий год, когда хорошо носить на себе камни серого цвета. Если носить на себе камни серого цвета, то тогда и замуж выйдете, и все мечты исполнятся. А если носить жемчуг, особенно на центре груди, то никто вас никогда не обманет. Мудрость будет, и человек способен справиться с эгоизмом. А еще, если носить черный, то вас не будут обманывать в деньгах, а если белый, то вас не будет мучить эгоизм, и на вас перестанут обижаться окружающие люди. Поэтому, если для вас выбирать надежда, то вам жемчуг подходит больше. Здравствуйте, учитель. Хочу пройти обряд провода голодных духов, но в Киеве проблемы со светом, интернетом. Если получится, не сработает, сработает. Ирина, спасибо вам за очень ценные советы. Хочу узнать, есть ли семейное будущее у меня с Андреем. Есть здоровый психически. Не бывает психически здоровых людей. Если можно, подскажет, а здоров он психически. Вообще не бывает здоровых психически людей. Не бывает. Что такое быть психически здоровым? Как отличается человек, который психически здоров или нет? Существует некое понятие, которое называется ощущение коммуникации. То есть, когда человек живет, то он начинает ощущать, когда он нарушает чье-то пространство. Допустим, как определить человеку, у которого есть проблемы психики, с человеком, у которого нет проблем с психикой. В случае, если человек не нарушает ментально и физически пространство другого человека, то есть не шумит, не кричит, не бубнит, не кидается, не гавкает, не сморкается, и еще там не циркает, то этот человек психически объективен и здоров. В случае, если человек вмешивается в пространство людей, с которыми он проживает, то есть человек кричит при ком-то, нервничает, орет, падает, нарушает общее спокойствие, не коммуницирует, закрывается, создает или появляются вещи, которые непонятны, вот этот человек может считать себя нездоровым. Тем не менее, в вашем случае, все нормально. Василий Хрусталев, чувствуешь, скоро уже встречу девушку? Отлично. Конечно, встретите Василии. Как же такой красивый мужчина, умный, богатый, не встретить девушку? Конечно, встретите. С которой буду счастлив. Правильно, я не ошибаюсь. Подробно описать ее. Зачем мне это, Василий Хрусталев? А зачем вам это? Вы что, не хотите дать себе шанс? Дайте себе шанс. Найдите себе та, которая понравится, а не ту, которую предсказал Дуйко. А если я ошибусь, скажу, что с вами рыжая будет жить, вы ее будете ждать, а потом состаритесь, а рыжая придет какая-нибудь и будет вас над вами издевать. Скажите, зачем я этого Дуйко слушал? Послушайте, дайте шанс себе. Дайте шанс себе влюбиться. Не искать кого-то. Слушайте свое сердце. Как зацепит. Вообще, я говорю своим мальчикам. У меня два мальчика. Эдик и Славик. На самом деле Славика зовут не Славик, а Любослав. И я им говорю часто такие слова. Я говорю, вы не ищите женщин. Вы ищите возможности реализоваться как мужчина. Быть самостоятельным, харизматичным, быть сильным, зарабатывать, обучаться или обучиться и зарабатывать. Вот если у вас будут деньги, будет у вас власть, будет у вас харизма, то тогда женщины вас найдут сами. Вам даже гоняться за ними не будет. Вы даже сами не будете замечать, как рядом с вами их будет целая куча. Поверьте. Самые красивые будут ваши. Анжелика Архмудинова. Живу и работаю в Ираке по контракту. С тематически с работодателем конфликта. Помогите советам оставаться здесь работать дальше или уезжать в Казахстан. Уезжать или оставаться? Показывают оставаться. Получится здесь открыть бизнес? У меня понедельник, день рождения. Подуйте, пожалуйста, в мою сторону. Вот если бы вы мне задания не давали, то я бы подул. А так задания нет. Дело в том, что вы не бабка, и вы меня не споймали в сетку, для того, чтобы заставлять меня исполнять ваши желания. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Есть личные вопросы. Могу ли вам позвонить? Сегодня мне звонили... Сегодня мне звонил человек, который... Ого! А еще один там у нас вот здесь министр. Ого-го! Вот такой вот. Еще генерал. Я с ним тоже общаюсь. Тоже ого-го! А один там постоянно выступает тоже. Так у него уже аудитория. 1 миллион там 200 или 300 тысяч человек. Вот если вы его знаете, и вот я с ним общался. И тоже ого! Они мне звонят. И я сегодня полдня только тем и занимался, что с этими людьми общался. И количество людей, которые могут мне позвонить и заплатить много. Их много. И мне общаться с теми, кто может просто так позвонить и просто так заплатить, неинтересно. Поэтому извините, друзья мои, но вам придется обращаться к тем людям, которые смогут вам такую консультацию предоставить. Этих людей, таких специалистов, очень много в интернете. Их там миллионы. То есть обращайтесь, наверное, все-таки к ним. Здравствуйте, Андрей. Живем с дочкой на другой стороне земного шара от родни. Три года уже, как потеряла мужа. Очень не хватает семьи, опоры. Получится встретить? Да. Новую семью? Да. Все будет супер. Скажите, примут ли новую конституцию в Украине в 2020 году? Нет, не примут. Будет просто судебная реформа. И тоже не в 2024. Собака с самого начала спит со мной в кровати в ногах. Ответил Дариус Тракис Ученица первой и второй ступени Дарья После развода и потери работы семь лет назад не могу найти себя. Подскажите, чем заниматься, чтобы появился доход? Какой бизнес открыть? Все, что связано с красотой и танцами, и диетологией, все, что связано с женской красотой, вам все это будет подходить. Вам лучше заниматься ногтями, волосами, эпиляцией, косметикой, все, что с этим связано. Вот это будет у вас великолепно получается. Здравствуйте, Андрей Андреевич, и все присутствуют. Обучитесь этому и занимайтесь. Доброго вечера всем. Доброго вечера. Доброго и дикого вечера всем присутствиям. Спасибо. Ура, всех обнимаю. Ай, я вас всех. Андрей Андреевич, откроется ли у меня какая-нибудь способность? Каждый человек, который проходит мой семинар, который называется Открытие ясновидения, обязательно тут же начинает просматривать других людей. Почему? У каждого человека ясновидение открыто. Прямо сегодня покупайте ясновидение, проходите и дальше не заморачивайтесь. Будете удивлять потом. А у тебя горло болит? Джек, как ты узнал? Я даже не кашляю. После прохождения СНГ 76-77 поток клиентов остановился. остановился. Как будто все наоборот. Да что ж такое? Подскажите, что я не так сделал, ученица трех ступеней. Спасибо за ответ. Смотрите. Все банально и предельно просто. Оказывается, когда человек накапливает энергию для того, чтобы деньги пошли, хлынули и так далее, то он берет электричество. Грубо он берет и заливает бензин в свою машину и газует. И ему нужно куда-то ехать, чтобы эта энергия реализовалась. А ехать это любовь. Помните, я говорил, куда течет любовь, туда текут и деньги. Поэтому, когда вы в следующий раз будете проводить вот такие сангая, и после того, когда вы их будете проводить, первое, запечатайте себя, хлопните в ладоши или позвоните в колокольчик, который, кстати, можно купить сейчас по скидке. Кольец. И после... Ладно, это уже шутки. И... Шутка ложная, в ней намек. И после того, когда вы это сделаете, обвели себя, запечатали, для себя почитали, в конце запечатали, похлопали в ладоши, не забудьте направить в свою сторону любовь, хотя бы так. Мои щечки золотые, ты моя хорошая, а ручки какие хорошие, а ножки какие хорошие, как же я тебя люблю, ты моя лялечка, зайка моя, солнышко мое, рыбка моя, куколка моя, люблю тебя, люблю. Хотя бы сами к себе любовь. Потом к детям идите, если есть там, ты мой зайчик, ты мой зайчик, скажи, что любишь маму, люблю. Вот любовь в вашу сторону начинает течь, появляется поток. Не забывайте, энергию вы нарабатываете, но нужен поток. А потоком является энергия любви. Куда течет любовь, туда текут и деньги. Я почему-то вспомнился, я вспомнил сейчас кобзо этого Бубу Кикабидзе, Вахтанга Кикабидзе, я не знаю, как его по отчеству, такой очень классный дядя, прям очень классный. Кстати, я с ним знаком, и был когда-то в городе Харькове, у меня был там первый бизнес такой, и мэр города, тогда был Пилипчук, с губернатором области, Деминым, и я там каким-то боком, еще молодой такой был там, и значит, пригласили в ресторан, приехал туда, а ресторан назывался или Красный Дракон, или Корейский Дракон, или Вьетнамский Дракон, или Вьетлонг, там как-то уже не помню. Такое очень престижное место, дорогое, красивое, двухэтажное. Я туда приехал, и за столом большой зал, там, наверное, 200 приглашенных, и вот за столом я сижу, и там еще есть рядом со мной люди какие-то, и Кобзон тогда пел песню, «Пускай ты не скопил, мои года, мое богатство», и такой подходит ко мне, «Пусть голова моя седа», и я смотрю на его часы, думаю, какие он часы носит, он такой, что нравится браслет, я могу продать. Видите, молодец, коммерция во всем. Так же и я, знаете, провожу семинары, тут же продаю колокольчики, а потом присев в сторонки, ставлю бедным я коронки. Надежда, Андрей Андреевич, ко мне постоянно на улице подходят люди и спрашивают время, это постоянно, что это может обозначать? эзотерические точки зрения. Каждый человек, каждый человек имеет определенное тепло астральное, вот такое астральное тепло, оно притягивает людей, просто чтобы погреться. Есть такое понятие, теплый человек, теплые люди, хороший человек. Ко мне тоже постоянно кто-то подходит на улице, время спросить, или еще поэтому я по улице и не хожу, езжу на машине. Но это такая особенность, вот мы солнышки, мы теплые, мы добрые, мы хорошие, мы внешне даже привлекательные, знаете. Ничего с этим сделать нельзя, в этом ничего плохого совершенно нет. Вот когда начнут все пауки за круги лезть в вашу сторону, это плохой признак, или все черви выползать, или все змеи в вашу сторону сползаться, тогда вот нужно спрашивать у меня, что же это такое? или все слезняки на вас заползать там и так далее. А когда люди на улице подходят и греются в лучах вашего, вашей красоты, вашей доброты, вашего солнца, то это говорит о том, что есть такое понятие, есть люди, которые сами не знают, что они являются реакторами времени. То есть вокруг этих людей появляются воронки, у них плохое настроение, у всего города плохое настроение. Вот есть обычные люди, а есть люди-реакторы. Иногда я таких людей встречаю. У меня был друг Юра, о нем когда-то рассказывал. В свое время едем, а он реактор. Я ему говорю, Юра, ты реактор, у тебя сумасшедшая энергия, и ты реактор, ты настолько имеешь сильную энергию, что вот если захочешь сейчас, скажешь что-то, это тут же исполнится. Он говорит, такого не может быть. Я говорю, я тебе серьезно говорю. Но он говорит, у меня вообще нет денег. Что я могу сказать? Я говорю, вот смотри, что нужно сделать. Почувствуй сначала радость в груди, вспомни что-то приятное, потом набери воздуха и скажи, пусть прямо сейчас у меня появится 100 долларов. Или появятся деньги. И он такой, пусть прямо сейчас у меня появится 100 долларов. Я говорю, и после этого попробуй посмеяться. Он говорю, ахахаха, 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 я говорю, надо честно посмеяться, чтобы весело было. Ахахаха, вот так смеяться, что перед ним машина остановилась, он в эту машину, туш, врезался. Выходит мужчина, говорит, очень тороплюсь, вот у меня 100 долларов, больше денег нет. Потом еще раз это произошло, я об этом рассказывал на одной ступени, а потом, он говорит, зима была, он говорит, стой, если я сейчас скажу, пусть будет прямо сейчас лето, это исполнится. Я говорю, да, это исполнится, потому что он реактор. И он сказал, хорошо, пусть будет лето. Посмотрели кино, вышли, а на улице туман такой, теплой воды, а под его машиной вырвало, вырвало, канализацию прорвало, и поток горячей воды прямо возле машины. Вокруг снег этот растаял, машина, естественно, вся такая растаявшая, или, ну, прям не из-под машины, а рядом с ней. И он говорит, я говорю, видишь, к чему приводят твои неправильно сформированные мысли. Он говорит, я никогда не поверю, я вообще всегда думал, ну вот, именно в этом и особенность. Обычно такие люди существуют, но они в жизни не поверят, что у них это есть. В жизни, потому что они принципиальные, принципиально неверящие люди. Зря. Как говорила моя знакомая, здря, здря. Очень здря, очень, очень здря. Поверишь, поверишь. Очень здря, но поверишь. Людмила Андреевич, подскажите, смогу ли я начать свое дело, или лучше оставаться на работе? Лучше свое дело. Могу я зарабатывать? Выйду ли я замуж? Анна, много ли вопросов? Скажите, пожалуйста, на приемного ребенка, мальчика 4 года, влияет ли энергетически родная мать? Нет, не влияет. Наталья, Наталья, хотела сказать просто спасибо за школу, за ТФ, за скидки, за обратную связь. Спасибо. Вы пример человечности. Обожаю вас и вашу школу. Многих лет процветания. Да, многих лет процветания. Уважаемые ученики, я часто говорю эти слова. Обязательно их запомните. Там вот у нас, в нашей школе, есть метод такой, на четвертой ступени, который называется построение ваджарного котла. Когда мы его строим, то у нас появляется ощущение такое, это ощущение необычное, в центре груди. Атман мы его называем. Вот обязательно работайте над атманом. Обязательно работайте над этим, ощущением. Дело в том, что вам в дальнейшем не придется работать с чем-либо еще. То есть, при наличии атмана, остальные ступени, там, пятая, шестая, седьмая, они просто волшебство. Но без атмана, это зря потраченные деньги. Поэтому не торопитесь куда-то убегать, особенно внимательно изучайте эту ступень, особенно работайте или развивайте чувство атмана, вот то, о чем я говорю на этой четвертой ступени. И вы сможете прикоснуться к самой настоящей магии. После четвертой ступени начинаете там, мантру читаете через атман, заклинания через атман, коды через атман, практики любые через атман, отношения в семье через атман, все через атман. Это важно. Это важно, потому что я вижу, как многие обращаются. Вот я заходил на сайт в Телеграм, и там есть группа, называется «Брахманы школы Кайлас». И просматривая брахманов, я убедился в том, что атмана нет у многих. То есть у кого-то есть, у кого-то нет. А как же жить без атмана-то? А нужно, это самое важное, ради этого школа открывалось. Если атман этот будет у вас, то тогда все остальное, вся магия, она будет очень хорошо работать. Тогда и все остальные ступени есть смысл и проходить, и практиковать. И тогда будет яркий эффект, необычный, мега. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мир вашему дому. Я ученица первой платной ступени. Уже много лет в разводе. Никак не получается встретить своего любимого мужчину. Постоянно боль в спине между лопатками не проходит. Если боль в спине, то это проблемы поджелудочной железы. Неужели это все из-за моего вредного характера? Нет, это из-за поджелудочной железы. У нас есть препарат панкресор. Вот его пропейте и перестанет под лопатками болеть. Также ограничивайте себя в питании. Голодайте один или два раза в неделю на воде. Не ешьте сладкое, не принимайте алкоголь. Принимайте бетаин препарат. Пейте периодически во второй половине дня, желательно в обед. А, ешьте, принимайте йогурт. Что-нибудь кисленькое в обеденное время, но не натощак. Не натощак. Андрей Андреевич, добрый вечер. Стоит ли нам с семьей покупать квартиру в городе Покров Днепропетровской области? Показывают, что не нужно. Ольга, для ученицы четвертой ступени марафона, кроме марафона, многих сангая садханов. В школе три года учусь. Два года было так-сяк. Но в этом году из-за здоровья вынужден был уволиться с работы. Медсестра работала в госпитале. Поломались два автомобиля. Стресс, бесконечные банки, эмиляции очень сильно проиграла. Делаю шаг вперед, семь назад. Очень сильно завидуют люди. Я всегда стараюсь помогать людям. Может, это карма проклятая. Может, я что-то не так делаю. Смотрите, что вам нужно сделать. Первое. Вы начните с атмана. Вот раз вы четвертую ступень закончили, атман пусть будет основой вашей религии на сегодняшний день. Ощущайте его. Дальше. Сделайте так, чтобы каждый день, день утром вставая, произносить себе, от чего я получаю радость. Говорите, мне нравится, что у меня пол. Мне нравится, что у меня стул. Мне нравится, что у меня... Смотрите, что у вас произошло. У вас только три проблемы. Там машины поломались, стресс без... И там в банке акции проиграли. И у вас, получается, три проблемы настолько омрачили вам жизнь, что вы не можете ни о чем думать. Смотрите, получается, три проблемы, а в день вы должны создавать огромный поток энергии, счастья. И получается, вот этими омрачениями вы в них погружаетесь, смотрите новости. Кстати, люди зачем смотрят новости? Я знаю, что все украинцы смотрят новости для того, чтобы увидеть там, что они ищут. А что они ищут? Что Украина забрала свои территории, что Россия полностью ушла из Украины, и все территории освобождены. Друзья мои, этого вы не увидите. Поэтому искать это сегодня и завтра не нужно. Ищите это с марта месяца следующего года. Поэтому сейчас не нужно и искать. Все будет без вас. Я всегда говорю эти слова. Мы, людям, очень важно знать, что есть важные моменты. Это зарабатывание денег, обслуживание семьи, воспитание детей, занятие бизнесом в этой стране. И там, если нет возможности, обучайтесь, читайте книги. В дальнейшем это все потребуется. А воины сделают свое дело. Без нас. Были бы мы воинами, и нужно было бы, ну что ж, собрались бы, пошли и воевали. А так, знаете, мир пусть занимается миром, в этом его сила. А войны пусть занимаются войной, в этом их сила. Ну что ж, политики политикой, а мы обычные люди, тем, что мы умеем хорошо делать. А если не хорошо, то научимся. Ну и каждый день, когда человек живет, он должен знать. Мир, он устроен так. Несчастные люди, бедные люди, им очень плохо, они больные. Ставим тире, это когда человек скатывается. То есть, один шаг вперед, пять назад. Второй вариант. По чуть-чуть человек говорит, и это мне нравится, и это мне нравится, и это, и погода хорошая, и столик нравится, и это нравится. Просто сами себе начинаем произносить. Получается, у вас сейчас на весах лежит, там, три больших проблемы. А, чтобы эти, а это весы жизни, получаются, эти весы жизни натянулись с тремя большими проблемами и стрессами и дало крен в эту сторону. И вы не можете выбраться, но вам надо в противоположность, как у вас Яня набралось много, теперь нужен Инь. И этот Инь, вы его должны сюда чем-то заполнять. А это ваши хорошие эмоции. Они у вас есть, нет, но как вы собираетесь? Атман. Это то, что мощнее всего остального может набирать. Целый день может набирать. Или вот такие проговаривания. Да, у меня там, знаете, поломались два автомобиля, поломались два автомобиля, отремонтируются два автомобиля. Акции прогорели, так что вы умирать собираетесь. У вас впереди еще целая жизнь. И еще тысячу раз заработаете. Такое дело. Акции не вкладывать. Я же сто раз говорил на ступенях, какие акции. Я на ступенях все время говорю, не вкладывайте деньги, никаких акций. Для того, чтобы этим заниматься, надо быть фундаментально обученным этим заниматься. То есть умение работать на биржах в наших странах постсоветских, это все развод. Просто развод людей. Поэтому этим не лезьте туда. Вам это вообще не нужно. А вообще я хочу вам сказать, никто вам не завидует, все будет в вашей жизни хорошо. Никому не верьте. Начните больше обращать внимание на себя. Спортзал, диета, хорошая прическа. Говорите, на меня завидуют, меня дуйку защищают. Пошли вы все нафиг, я ни при чем. И после этого, ничего, машины. Ну так если это, если машины поломались для того, чтобы и это удлинит вашу жизнь там на сто лет, то пусть ломается. Если акции там, и вы на них попали, ничего страшного, заработайте умноженное на 10. Кто-то же у вас это своровало, да, свое счастье, здоровье, ведь долгую жизнь и так далее. Дети будут у вас счастливы. Не переживайте, я не вижу у вас ничего драматического будет. Все хорошо. Надеюсь, то, что вам сказал, поможет. Дочь-подросток болеет 3 месяца давления, ОРЗ, грипп и так далее. Идут по кругу. Одна болезнь сменяет другое. Как остановить это? Начать давать иммунные препараты. Среди иммунных препаратов великолепны это битулиновая кислота, инстамакс и демилон. Начните давать. Если вы из другой страны, почитайте, какие препараты повышают иммунитет, начните там. Витамин С, успокаивающие на ночь. Витаминные комплексы. Знаете, там есть куча физиопроцедур, там натирание ребенка, горчичники. Займитесь ребенком. Вывод моей кармы после моих родителей. Мне не хочется иметь детей. Спасибо моей семье, в которой я родилась. Вы обвиняете своих родителей и делаете самую большую глупость. Скажите, да, действительно, мои родители поступили так плохо со мной. Это было. И я их за это прощаю. Теперь карма за вами тянуться не будет. Обида это и есть тянущаяся карма. И говорите себе, да, это действительно было. Ну, ничего, я их прощаю. Тогда жизнь была такая. Они не могли по-другому. Все, я их простила. Мои родители, я их люблю. А какие они были, я ни при чем. Теперь начинается новая жизнь. С этого момента. С этого момента начало новой жизни приведет вас к совершенно иной жизни. Вот. Рима, после прохождения СНГ, я поток клиентов ответил вроде, да, или это другой человек? Поток клиентов как будто наоборот. Так вот ответил уже. Вспомните про любовь. Мы уедем в декабре в Канаду. Скорее всего, да. Мария Анила. Хотела спросить за мою дочь. Ей 30 лет, не замужем, живет в Америке и из-за войны уехала. Выйдет ли она замуж в Америке, дождусь внуков, да. И за сына хочу спросить. Он тоже в Америке с семьей из бизнеса. В последнее время мало работы, он не вытягивает, обеспечит семью. Начались депрессии, неуравновешенные, кидается на всех, к жене грубит, чем я могу помочь. Отмаливайте. Читайте для него коды. Я очень волнуюсь, за него вернется, он в Украину. Не вернется. Уеду ли я из России когда-нибудь? Скорее всего, нет. Юлия, скажите, пожалуйста, хочу остаться на зиму в Афинах. Подходит ли мне этот город? Подходит, будет очень хорошо. У вас все супер-супер. Классникова. Григорьева Светланова. Учитель такой хорошенький, такой милый, харизматичный. Я, между прочим, многолетний женат за своей любимой, красивой женой, над которой я стабильно издеваюсь. И я говорю ей все время, послушай, с нормальным человеком каждый может прожить, а ты попробуй пожить с таким, как я, сумасшедшим. Это для духовности хорошо. Я буду твоим тренером твоей персональной духовности. Поняла? Она говорит, ну, а как ты хотела, а как ты хотела. Ты будешь моим ангелом, я буду в противовес твоим демонам. Вон книга лежит. Ангелы победили сатану. Думаю, откуда информация сейчас пришла? Кстати, пишет Лена, приобретая продукцию эзотерическую в школе Кайлас, то это чувствует, когда в другом месте. Это точно вчера в аптеке женщина одна прям прилипла к нам, что продавщица удивилась, не заметила, а она оказывается сбоку. Думаю, она сама удивилась. Если бы еще чуть-чуть понять, что вы написали. Когда я смотрю на часы все время 15, 15, 18, и двойные числа, к чему это? Смотрите, если вам это мешает, то это называется обсессивное состояние или автоматизмы. И это является одной из разновидностей маниакально-депрессивного синдрома, биполярного маниакально-депрессивного психоза. И это нехорошо. Но, если вам это не мешает, и вас это не раздражает, то тогда это подсказки. что они могут подсказать? Если сложить эти цифры между собой, вот смотрите, если единичка, обратите внимание на здоровье. Если двоечка, добавится материальное благополучие. Если троечка, какие-то будут идеи или что-то нужно сделать, связанное с работой. То есть, что-то нужно, обратите внимание на работу. Если четверочка, то тогда обратите внимание на семью, им не хватает любви. Если пятерка, доход увеличивается, если шестерка, нужно найти либо тех, кто ворует у вас производство, там или из вас, либо вас поднимет по лестнице, либо вы найдете хорошую работу. Если семерочка, время пришло веселиться, напьетесь, или веселье будет. Если восьмерочка, какие-то интересные, скорее всего, события, которые будут у вас домашними, или что-то будет такое интересное в вашей жизни, удивленная новость, которая вас удивит. А если девятка, то девятка, это может быть вам пора принимать гениальное решение, что-то пересмотреть, жизни, что-то поменять, обратить на что-то внимание и так далее. Коротко и об этом. Андрей Андреевич, хочется вам сказать спасибо за прибежность, за вебинар и за ответы на вопросы. Спасибо, уважаемая Елена Нелька. Ольга, я ученица четвертой ступени участия марафонов, кроме многих СНГ Затхана. Два года было так, ответил раньше, да? Шина Елена, добрый вечер, пожалуйста, если я займусь изготовлением фруктов цуката, у меня будет хорошо получаться продавать? Не нужно хорошо получаться продавать, не с этого вы начинаете, вы уже намечтали, как вы не можете понять, просто продавать получится, и я вам отвечу, если просто, то получится, если вы хотите этим заниматься, то занимайтесь, а если хорошо, то не начинайте, потому что вы еще не начали, а вам уже надо хорошо. У меня родится ребенок, он хорошо будет бегать? Так он, пусть сначала родится, а он еще не родился, вы из него делаете бегуна уже, то начните с чего-то, родите сначала. Каждый день мы с мамой смотрим вас, мама переживает насчет переезда в другой город, стоит ли ей? Да, стоит. Скажите, проживая в Америке, мужчина никак не может сделать предложение, но появился другой мужчина, ах, из Ирана, не стоит. Вообще его заблокируйте того, который с Ирана, и не общайтесь. Тот, который с Ирана, разводит вас. Стоит развивать отношения с Ираном? Не стоит. Забудьте, выключите и вообще никогда в ту сторону даже не смотрите. А тот, который американский, нормальный. поскажите, что мне носить или съесть, чтобы началось бешеное везение? Ага, с работой не получается, не любит меня работа, как Верка Сердючка пела, я рождена для любви, шутки шутками, хочу своих денег, куда пойти, в какую сферу, чтобы зарабатывать? Дайте совет, пожалуйста. Для того, чтобы что-то уметь делать хорошо, надо уметь что-то делать хорошо. А чтобы что-то делать хорошо, надо научиться у того, кто хорошо это делает, делать что-то хорошо. Таким образом, для того, чтобы что-то делать хорошо, нужно у кого-то обучаться, тот, кто уже умеет что-то делать хорошо. Поэтому, смотрите, что нужно делать. Вам нужно обучение. Я говорю это серьезно. Вам не куда идти и на кого работать, а начинать обучение. Чему? Понятия не имею. Начните обучаться тому, как готовить хорошо можно. Есть обучение логистики, бухгалтерскому учету, есть обучение транспортной логистики, складской. На это все можно зарабатывать хорошие деньги, кстати. Сейчас это востребовано, после войны будет еще более востребовано. Любые услуги. Ну, слушайте, мир, он так устроен, что что бы ни делал, все это кому-то нужно. А чтобы съесть что-то, узнаете вы и так уже, кушайте, кушайте. Светлана Стрюкова, пятая ступень, волшебная, магическая, это как вход в другую реальность. Я с вами совершенно согласен. После прохождения второй ступени, люди стали здороваться рядом, стараются находиться, а так уж и ответил. Посмотрите, пожалуйста, где лучше мне работать, в Германии или в Мариуполе в 2023 году? Показываю это в Мариуполе. Наргиза, Кемалов, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, у меня будут еще дети? Да, скорее всего, еще будут у вас дети. И все, будем сейчас заканчивать. Итак, Сергей Пустовой. Ага, нужно еще, знаете, что сделать мне? Вот сюда нажать, вот здесь вот, вот так нажать. Вот здесь остановить. Татьяна Заборская. Андрей Андреевич, сидим в селе чуть выше Запорожья. Сейчас, сейчас. Сидим в селе чуть выше Запорожья. Очень переживаем, разгоняют страшилки. Спасибо, безопасно. Вам безопасно. Можете не уезжать, ничего страшного там не будет. Не переживайте. Не можем уехать в Узбекистан. Отец дочери. Узбек неответственен. Бывает жесток, не дает денег. Если семья не сложится с ним, не опасно ли мне и моей дочери жить в СПБ? Не опасно. Если она, скорее всего, и не сложится. Не опасно. Будете жить хорошо, уедет дочка, скорее всего, за границу, потом жить. Пожалуйста, посмотрите мой вопрос. Нельзя мне ставить задачи. Нельзя. Я не, я не отвечаю на вопрос, если мне говорят, посмотрите мой вопрос. Не посмотрю, почему? Не хочу. Почему? Нельзя так. Потому что ставить задачи мне нельзя. Я это делаю, я это делаю бесплатно. А для того, чтобы посмотрите мой вопрос, нужно... Елена Шевченко, камень желчем удалять или рассосется? Не рассосется, нужно удалять. Андрей Андрич, готовлюсь на операцию пожития. Все пройдет, будет заранее. Все пройдет, будет все хорошо. Не бойтесь. У меня постоянная икота отрыжка воздухом в горле и не помогает лечение. Вам нужно лечить поджелудочную железу и лечить гастроэнтериальную рефлюксную болезнь. ГРБ, и она лечится аммипрозолом, антоцидными препаратами. То есть к врачу-гастроэнтерологу пусть назначит вам препараты и полечит. Скажите, будь ласка, если можно, мы на ПД-бизнес, в котором я сейчас находюсь, дякую за увагу. Не дуже, не дуже чомусь. Хотелось бы мне ответить вам по-иншему, но что сказать, как оно, конечно. Лела, добро пожаловать, Андрей Андреевич, куда? Добро пожаловать, куда? Спасибо за ваш труд. Вернется ли когда-нибудь Грузия, территорию завоеванной России? Да, вернется. Николай Швагров. Скажите, будь ласка, как захистить себя от порча или плохих людских слов? Дякую за ваш труд. А не бояться, не бояться. Когда у человека, у мужчины появляется это, что на него можно каким-то образом повлиять или каким-то образом на него оказывать действие, негарную такую, нужно знать, что разрушает это онанизм. Как убрать порчу? Пост. То есть говорите, один день в неделю, в четверг. Я не буду ничего есть. Я это посвящаю тому, чтобы избавиться от порчи. Второе. Обязательно, когда пост, один или два раза в день мойтесь. Это обязательно делать. Дальше. Как надо мыться? Утром делайте так. Прызнули себе в лицо. Правой рукой, левый локоть. Левой рукой, правый локоть. И назад. Вот так. Два раза водичку, чтобы вода за вас залетела. После чего только умывайте лицо. И нельзя анонизма. Вообще нельзя. Там появляется дырка у мужчины. То есть каждое семя извержения, которое сделано без женщины, оно считается грехом, который искупается только постом. У мужчины там появляется дырка. Через эту дырку постоянно на него происходит влияние. Хочет он этого или нет. Делать этого нельзя. В Библии написано, что лечится это постом. Вот считайте, что там нужно теперь отпоститься. Выберите один день, допустим, четверг или там какой-либо другой. Это не имеет на самом деле значения, кроме воскресенья. В воскресенье пост не принят. И вот один день поститесь. На протяжении дня что значит поститесь? Вообще ничего не ешьте. Воду пейте, но ничего не ешьте. Говорите, все, отдаю свои долги, отдаю все порчи тем, кто эти порчи навел. Ирена Зазуля. Скажите, будь ласка, пожалуйста, как долго я буду ухаживать за мамой, смогу я помочь брату восстановить свою нормальную жизнь? Маме будете еще долго помогать. Ну, года два еще. Буду ли я счастлива с любимым человеком? Стоит ли мне продолжать с ним общение и помогать ему? Дело в том, что по идее есть что вам сказать, но я не хотел бы. Объясню вам почему. Дело в том, что если я вам что-то скажу, то это не улучшит ваше состояние, а ухудшит. И вы к этому не готовы. Побольше радости в жизни находите в себе. Забрать у вас сейчас этого молодого человека или что-то посоветовать. То вас это расстроит, не будет там общения ни с кем. Вы не коммуникабельный человек, не хотите там особо общаться ни с кем. Хотя и красивая и так далее. Ну, знаете, мама. Вообще ваша судьба офигенная. У вас будет очень интересная судьба. И скорее всего вы даже уедете за границу, влюбитесь там. В общем, все будет хорошо. И дети ваши счастливые будут. Я так понял, что у вас там мальчик. Ну что, будем заканчивать. Славяне, давайте объединяться. Давайте определим, что это за слово славяне. Итак, славяне, славянские народы. Группа народов, говорящих на славянских языках. Крупнейшая в Европе этноязыковая общность, этногенез славян, начался не позднее 4 века. Славянская группа народов образовалась в процессе расселения древних славян. Общая численность. И выделяют западные славяне. Это поляки, селезцы, словинцы, чехи, словаки, кашубы, маравы и лужичане. Восточные русские, белорусы, украинцы, русины и южные. Болгары, сербы, хорваты, босняки, македонцы, словенцы и черногорцы. И что вы хотите сказать, что вы этих людей будете объединять? Как же вы будете разговаривать с черногорцами, македонцами? На черногорском, на сербском? На македонском? Как? Что вы пишете? Какие славяне объединяются? Кому вы нужны со своими объединениями? Что можно применить, чтобы ребенка не кусали блохи и клопы? Пока будем бороться с ними, уже неделю кусают. Серной мазью можно намазывать. Клопы и блохи боятся серной. Соль, солевой раствор, делайте крепкий солевой раствор или купайте в соленой воде и потом, чтобы вот ложился. Тогда ни клопы, ни блохи не кусают. А, можно еще очень сильный настой ромашки. Заварите в крутую ромашку, пусть нам намажется вот таким раствором и чтобы высохло. Тогда будут кусать раз в пять меньше. Возьмите ромашку-пульверизатор и везде побрызгайте и пахнуть будет. И очень быстро блохи умирают и клопы тоже. Подскажите, у нас контракты на последней стадии срываются или клиенты просят выставить счет и исчезают? Гадалки говорят, что все хорошо. Нет, у вас нехорошо. Вы придумали себе больше, чем есть на самом деле. У вас, вы себе построили воздушные замки. Ничего, что вы сделали, у вас не получится. Занимайтесь другим делом. Все, что вы придумали, все полная чепуха. Ерунда связана с ерундой и обещаниями, связана с обманами и обещаниями, связанная с обманами и обещаниями. Вот что вы делаете, это просто тратите время и тратите свои надежды, строя воздушные замки. Как учитель говорю вам из атерийской школы, не стройте воздушные замки, начните заниматься делом, который будет вас кормить. Не заработайте вы те миллиарды, которые вы себе придумали, ничего не получится. Все фигня. Подскажите, вернуть мне деньги, вложенные в инвестиционную компанию? Нет, не вернут. Идите в милицию, подавайте на них заявление. За первую ступень, которую выложили, вы супер, такой подарок. Скажите, получится ли у меня бизнес? Теперь, то есть, из-за того, что я выложил, я должен вам сказать, получится ли бизнес у вас. Отлично. Отлично. Хорошая последовательность таких идей. Знаете, вы выложили, а теперь должны мне ответить. Ну, на самом деле, получится. Ну, вы даете. Анемела правая нога уже четвертый месяц невролог не помогает. Кому обратиться? К массажисту. Идите к массажисту и пусть массажист массажирует. И тогда начнет все работать. В вашем случае это ущемление корешков нервных тканей и грыжа шморля в пояснично-крестцовом отделе и в поясничном отделе. И это все может полностью восстановиться. Не все потеряно. И невролог вам не поможет. А вот, если вам начнет, если вы сделаете там за 2 недели 14-15 массажей, то они вам помогут. Только массажи не глубокие, а мягкие такие, чтобы делал ноги, промассажировал вам поясницу, до плечи, до руки, до широчайшей воротниковую зону. Все отделы позвоночника. Еще раз хочу вам сказать, уважаемые друзья, прямо сегодня я хочу объявить вам о том, что акция, которая называется «Черная пятница», у нас не только сегодня, а еще и завтра и послезавтра. Всем врагам назло. Несмотря ни на что. Нас имеют, мы крепчаем, свет отключают, а мы не боимся. И я хочу вам сказать, чем мы отличаемся. Люди свободной страны отличаются бесконечными улыбками. Сегодня зашел в торговый центр, а люди мне улыбаются на кассах, на улице. ГАИ останавливают, просят показать документы и улыбаются. Только в нашей стране люди улыбаются. Только в нашей стране свет отключают, а все улыбаются. Только в нашей стране женщины улыбаются, и мужчины улыбаются, и на кассах улыбаются, и смотрят, и улыбаются. У нас даже алкоголики улыбаются. Почему? Мы добрые. Да. Не зря я был когда-то где-то там в Германии, и там дядя говорит, да это украинцы, с ними ничего невозможно сделать, их невозможно победить. Они все ядные, они вечно счастливые. Да, особенность страны, особенность страны. Мы счастливые, всеядные, и нам, мы вообще всех имели в виду, понимаете. Мы все равно выстоим, мы все равно победим, и мы все равно сильнее всех остальных. Так было, есть и будет. Не зря именно здесь появилась Киевская Русь. И с этого места началась славянская культура, и мы были этого всему прародителями. Поэтому в нас сила, в нас сила доброты, и там, где есть добро, там, где есть справедливость, там, где есть честность, там, где есть уважение, там, где есть уважение к детям, любовь к детям, там всегда будет правда. А это тот век, когда правда вылазит наружу. Поэтому все будет за правдой. Именно поэтому я решил продлить, несмотря ни на что, и сделать вот эту акцию. Поэтому акция у нас будет сегодня, завтра и послезавтра. Участвуйте в этой акции, приобретайте продукты нашей компании, а также семинары и так далее. По поводу вот этих писем, которые вы пишете, мы отпишемся, все там, вы потеряете. Я вам хочу сказать, мне все равно. Я достаточно богатый человек и умею зарабатывать уже давно разными способами. И то, что вы думаете, для меня является основным видом бизнеса, думая, что я зарабатываю на тех людях, которые смотрят меня, вы ошибаетесь. На самом деле я умею зарабатывать и зарабатываю очень давно совершенно другим способом. Поэтому есть у меня подписчики, нет у меня подписчиков, а-ля улю, мне все равно. Если вы надумаете покинуть мой канал, я только рад. Поэтому свободно, спокойно, запросто, куда хотите. Но все равно вернетесь. Почему? Потому что у меня настоящая эзотерика. Потому что один я вожусь вот так вот с людьми и говорю, получится, не получится, нужно, не нужно. Нужно, нужно уезжать, не нужно, получится. Кто еще это делает? Кто еще? Подзорова, которая там бред какой-то там, из форточки вылетает там и так далее. Ну так ответила бы на простые вопросы, нужно переезжать или не нужно. Они же не отвечают на эти вопросы, они там рассказывают об инопланетянах. Кому они нужны инопланетяне? Вот спрашивает, остаться в Италии или вернуться в Украину. Конкретный вопрос, конечно, нужен конкретный ответ, да. В этом году в Украину не едьте. Все, ответил женщине. Теперь смотрите, как удобно. Она расслабится сейчас, не будет нервничать. Поживет до следующего года и там до сентября, там до конца августа. И потом соберется, да приедет. Знаете, почему не нужно ехать? Почему? Сейчас приедет, сразу огромное количество проблем. Она не готова сейчас решать. Еще и холод, свет отключают и так далее. А там еще и по коммунальным какие-то там, ну и там дети и так далее. И сейчас это будет вообще не то. Расстроится до весны, депрессия начнется. Зачем оно надо? Здравствуйте. После прохождения второй обновленной ступени, сколько отрабатывать практики? Можно пройти четыре ступени подряд. Вот первая, вторая, третья, четвертая. Становившись на четвертой, нужно ощущать атман. У многих людей он есть. Вы понимаете, мы ничего не придумываем нового. Мы просто находим в себе что-то и потом на этом концентрируемся. Как с третьим глазом. Мы думаем, что нужно открывать, а он есть. Им нужно научиться пользоваться. Мы думаем, что там нам надо что-то делать, а оно есть. Нам надо просто на этом сосредотачиваться. Там ничего не появляется. Мы космос. Каждый человек – это космос. Это нереальный космос нереальной и энергии, и любви, и радости, и так далее. Одновременно мы можем себя как сломать и всех вокруг поломать, так и вдохновить и весь мир зажечь вокруг себя, как солнце. И все вот от нас зависит. Мои идеи какие. Вот я тот человек, который может объяснить, как это работает. А мои заслуги. Да какие заслуги? Я просто библиотекарь, который может вот так помочь и объяснить. Знаете, по-человечески. Без ордена Ленина, дружбы Красного Знамени. Вот какую-нибудь книжку возьму сейчас. Спираль познания мистицизма йога устами мистиков. Тем не менее, существует философская дилемма добра и зла, метафизическое объяснение этих начал, как постоянство высших и низших принципов в самом человеке, существование духа как носителя зла, или среди них падшего ангела, за которым утвердилась семья Люцифера и Сатана. Но не Самуэль. Я также не падшего ангела называю теперь Люцифером. Действительно, князь мира всего, так он в числе других, более высоких, джихани, причастен к раскрытию разума человека, и он по праву называется создателем нашей планеты. И однажды, будучи воплощенно, следовательно, находясь в относительном затмевании разума, допустил отклонение своей деятельности от божественного плана эволюции. О чем это? И где тут что-то такое, что может быть полезным? И как на работу, и как на работу устроиться? Скажи. В карме приходится пострадать невинному члену какой-либо дурной поступок, который может быть погашен страданием, вызванной семейной кармой, но останется в этой семье, если же нет, будет извечен разоренной семье каким-нибудь непредвиденным обстоятельством, например, посторонний добрый человек возьмет его на воспитание, усыновит, причем этот человек, выменивший судьбу, станет несомненно в определенном отношении, а также может гипотетически стать его должником предыдущей жизни. Зачем так гипотетически нужен? Как бы, несомненно, что это? Почему нельзя написать по-русски? Эни бы не раба, тире, шишев мышев жаба. Делай так, будет так. Не делаешь так, не будет так. Зачем так сложно? Можно это все слова в четыре слова. Зачем это? Все мозги сплавляются, пока дочитаешь и пока поймешь. Зачем? Это уже другой мир какой-то. Мария, здравия. Вот именно здравия. Понятно. Перейдем на староусловянскую речь. Здравия. Здравия, здравия. Гойда, я бы сказал. А вы знали, что сам Бог? А он вам, я так понял, отчитался, сам Бог. То есть вам сам Бог это отчитался. То есть вы Бога встретили, вы же Бога признанный человек. Он, я хочу тебе, я хочу тебе, Мария, сказать. Здравия, Мария. Посмотрите, Творца абсолютно не... Здравия, Мария. Творца абсолютно не существует. Но кто создал Творца? Вы многое помните. Я знаю, кто создал Творца. А кто создал Творца? Творца нет. А кто его создал? Создал не Творец. А кто ж тогда Творец? Тот, кто не Творец, создал Творца. А Творец создал все остальное. А кто ж тогда Творца создал? А кто тогда такой творец? Зачем творца создали, чтобы он что-то творил? Ой, Боже, как все сложно. Ой, Боже, что ты мой. Тогда кто же тогда создал? Боже, что ты мой, Боже, это аж страшно думать в эту сторону. Мне с моим детским умом нельзя такого говорить. Аликс Воска. Спасибо огромное, Катя и вам, Андрей Андреевич, что открыли глаза на одного человека. Я думаю, что вы меня понимаете. Ой, Боже мой. Вы добрый человек. Да ладно. Скажите, пожалуйста, старший сын позбудется о совковом уроке напротив зероку? Нет. Довертавь его сердечко до нас з'явится. Нет, зайчик мой. Скорее всего, не так все легко. Подскажите, как скоро освободят новую каховку в Херсонской области? Я думаю, что на протяжении 8 дней. Представляете? Но мне этого говорить нельзя. Поэтому забудьте, я этого не сказал. А то у меня есть конкуренты, которые говорят. Пусть они говорят, знаете. И они мне не конкуренты, кстати. Я маленький человек, вышел. Я из дома не выхожу. Может ли сын приобрести свое жилье? Да. Андрич, как найти себе наставника или рассмотреть его потенциального человека в мире эзотерики? В семье все время Сергей 29 лет. Слушайте, покупайте мою ступень первую или проходите бесплатно. Это и будет пониманием... Иди ко мне. Это и будет пониманием того, что называется быть наставником. Понимаете? Я желаю вам успехов, всем добра, любви и счастья. Пусть все, кто не продал дом, продаст. Пусть все, кто не женился, женятся. Пусть все, кто хочет замуж, выйдут замуж. Пусть все, кто болеет, выздоровеют. Пусть у каждого появится в сердце радость. Пусть появится удивление. Пусть появится мир в наших душах, в наших семьях, вокруг нас, в нашем социуме. И пусть закончится убиение огромного количества людей. Ежедневно это больше 1000 человек. Без понятных причин. И это должно тоже закончиться. Пусть это закончится. Это не надо сегодня уже никому. В 21 веке это все выглядит варварством. Это все уже средние века. Оно не имеет объяснения. Все это погрязло во лжи, какой-то ерунде, знаете. Пусть уже это все заканчивается. Ну, слава богу, к марту и закончится. Пусть все внуки будут здоровые. Пусть все внучки будут здоровые. Пусть все девочки выйдут замуж. Пусть все мальчики женятся. Пусть все, кто хочет в институт, в институт поступят. Пусть все, у кого ножки болят, перестанут болеть. У кого животики, животики. Пусть перестанут. Глаза пусть лучше видят. Счастья у кого нет, пусть появится. Кто сглаженный, пусть исчезнет. У кого проклятие, тоже пусть исчезает. Пусть у кого нет везения, везение появится. Пусть у кого день рождения, только счастье будет в этом и в следующем году. И опять-таки всем желаю любви, счастья и здоровья. Пусть у всех будет верность, теплые отношения друг к другу и забота семье. Еще раз, до свидания. Будьте здоровы.